всем привет новый выпуск красно-белого дайджеста начнем с небольших новостей очень важных да погнали все мы знаем что сейчас youtube медленно верно пытается пойти ко дну да мы медленно и верно верим что он все-таки всплывет мы сделали себе две странички вк видео и в рутюбе сразу подпишитесь на всякий случай мы будем дублируют туда все эти выпуски также прогрузим сразу заразе вот вдруг если youtube совсем уже откинется и обратиться к вите за похоронными услугами то вы нас будет смотреть на века и на рутюбе но мы начинаем красно-белый дайджест много новостей будет интересно погнали матч динамо вологда проигрыш 2-0 меня не было это матч расскажи подробности знаю что было какое-то общение с командой в общем как шиза и что было после матча суши так получилось то что в этот день и жфк играла в рязани и двойка играла с вологдой соответственно с немножечко десант разделился часть ребят поехала в рязань с девчонок на выезд часть осталась в москве в принципе по количеству качеству трибуны была на хорошем уровне до все 90 минут от шизили добротненько классно все в красном ребятки прислушиваются молодцы но случилось хреновое третье поражение подряд до команды чтобы в принципе вообще не понимаем что у вас происходит после игры я подозвал ребят чуть поближе к нам и прочитал им небольшую нотацию что как бы так играть нельзя и нужно уже брать всю инициативу свои руки и давить только на газ брать яйца куда понятное дело что бывают и неудачи поражения всячески какие-то моменты с травмами но видно что команда хуёвничает скажем так вот и поэтому мы даже поинтересовались что не так что вообще не хватает что у нас удивительно даже не удивительно понятно почему нет видео да так как меня не было я это не снял клуб это не выложил но я так понимаю что беседа была такая ну скажем так не на повышенных тонах но большим размахом да но и большим размахом да как бы плохих слов им конечно не сказали но пальчиком пригрозили вперед у нас была игра черта домой позже они расскажем в общем те кто ходит на двойку еще раз призываем на него ходить более массово красные цвета обязательно сверху и в целом двойка и же фк набирает обороты по количеству что радует вы к нам приходите вы нас слышите и за это вам респект а спартаку 2 еще предстоит разобраться как минимум себе для того чтобы понять для чего они были сделаны да и для чего они в принципе существует более играют в такой относительно слабой лиги это даже не там на зону там центр голод за право фанель то есть это в целом тот сезон где нужно забирать свое поэтому по чертам пойдем дальше а впереди у нас тот самый выезд в рязань где было весело выезд в рязань во первых всем выездюкам до огромный респект как уже по традиции до от нас классно победа 60 вообще разгром и голов классный сектор учал и на все прям прям как сказать ну короче на весь на самый красивый голы на нас любой вкус были в общем-то сектор был классный ребята пошизили отдохнули порадовала я писал в телеге дневника количество красных футболов очень много прям он смотрелось прикольно смотрелось прикольно если бы не попадала бы на волокну то можно было бы сделать более массу да поэтому вообще до этого стояла календарь то сначала был матч с волок дай нет точнее как раз жпк в рязань субботу стояла волокна стояла на воскресенье до потом каким-то мифическим образом у нас календарь и соединились и матч стоял в один день но как бы нереально очень красно-белый торсида разделилась на два фронта часть поехала в рязань часть поехал в сокольнике победа девчонок браво 60 девчонки идут дальше после этого матча они еще раз победили мы тоже об этом и расскажем даже пока спартак не может не радовать девчонки красавицы молодцы события трензвезда прижала в москву на такой некий чемпионатуру было кубок был коринфянс зенит спартак и трензвезда ну вот но что это отметить то что во первых конечно не многие же пошли да то есть там ну как-то не за не докрутили не добили то здесь можно было сделать конечно круче были в будни да и время там такое три-четыре да но из того что можно выделить это перекличка я думаю что ребята получили свои эмоции какое-то количество красно-белых наши друзей их поддержала вам огромное спасибо трензвезда была в москве без поддержки не остались самое главное всем респект я но вы естественно знать что мы снова вернулись нашим братишкам из компании тени себе это радует вас эксклюзивными линиями на в том числе московский спартак поэтому по ссылке находит закрепленный комментарий вы можете перейти попадете в наш телеграм-канал а уже оттуда красивенько пойдете в теннисе и за регистрацию получите 20 тысяч рублей на первые три депозита поэтому переходим к теннисе говорим спасибо за их поддержку и смотрим этот выпуск дальше мы возвращаемся к двойке которая играла с чертанова в районе чертанова в эксклюзивном районе города москвы в самом роскошном сразу скажу от себя что я не понял что было очень малое количество фанатов чертанова хотя по каким-то фотографиям там даже там годичной давности их там какая-то грядка небольшая здесь как бы никого не было мы классно зашли все билеты были моментально у нас гостевая квот вот да еще и центр еще вы купили меня да было здорово трибуна также в красном цвете практически 90 процентов неплохая поддержка знаешь ты меня спросил после матча как тебе тип знаешь ну него и неплохо как надо то есть как надо и я хотел тебя спросить после гораздо таки когда рассказывал про волокну да как будто бы дошли мы до какого-то уровня и нужно сейчас прибавлять дальше да да сашка будто бы уже куда среди ну то есть то что средничок а как будто какой-то баланс ловили по шизе по количеству по красным футболкам как будто бы нужно что-то еще добавлять да будем добавлять визуально распространять то все разнообразовать растяжками будем перфорам как будто до перфомансы будем делать будем есть задумки есть разработки коров времени вы увидите то есть можно что-то увидеть уже свеженькая абсолютно наши зрители мы хотим увидеть на этих матчах в общем шиза классная результат трагичный 2 0 вели в первом тайме во втором тайме чертанова 3 забила пенальти на 90 двойка наша не забивает просто по воробьян там он подскользнулся не знаю там оступился после матча было полное непонимание и уныния у тренерского штаба и игроков и подошел в диме комбарового грудим пойдем что сидеть сиськи мять что расстраиваться но проиграли 4 гряду да ну с кем не бывает действительно бля с кем же это не бывает только стороной команды бывает с протоком 2 то есть уровень примерно одинаковый у нас вот но очень-то они все подошли к сектору вы как бы сначала их поддержали чтобы они не раскисали после ты выдал речи не стала снимать и не стала выкладывать чтобы знаешь типа летом это не хайпится на таких проблемах да я принципе моя позиция ты сказал прямо кто-то если не хочет играть вон дверь вон нахуй ну блять коротко и по делу в принципе а что еще здесь добавить тут блять у них все для тренировочного процесса есть для игр есть деньги платят как вот это вот можно эту осечку слушай я не хочу об этом думать но я все-таки об этом скажу у меня такая мысль была вы напишите в комментариях друзья такая очень важная тема которую можно обсудить переговорить если действительно команда была сделана ради какой-то агентской истории то как будто бы им сейчас не нужно никуда дальше выходить ну да типа барахтаются отыгрываю деньги да и все по сейчас команду была там на первом месте с динамо делила и потом как-то началось все такие просеры тем самым динамо упускают а даже команда выходят одна команда и как будто бы сейчас уже шансы на выход ну то есть занять первое место мы потеряли да к тому же сомнительный вариант брать еще достаточное количество игроков опять же из этой же звезды когда в принципе можно подтянуть из молодежки для этой же двойки плюс те кто например не проходит в основной спартак пожалуйста играйте доказывайте нет мы берем опять игроков звезды на кой-то хрен я не понимаю но интересно послушать ваше мнение может быть узнать какие-то истории инсайды может быть в комментариях вот но по шизе еще добавлю я выкладывал также в телегу классно шли распевающие заряды до из того что был компактный сектор слушайте ребят слушайте заводящих до цепляйтесь за заряды олдскул он фрэнс парни мужики точнее неплохо тоже задают ринд трибуны когда трибуна работает вместе то получается классно когда что на трибуна работает разношерстно получается полное говно в чертаново было классно все работали вместе оттого и классная визуальная поддержка но о своим знакомым из пресс-службы чертанова говорю спасибо за то что мне дали аккредитацию что-то дурень 2 в последний момент вспомнил что у кого-то нет аккредитации забыл забыл об этом и за три часа до матча мне сделали вездеход к вне собственно позволил после матча выйти на поле и вообще для вас снимать этот сюжет в общем проиграли 23 ну а дальше в этот же день было интересное событие 100 лет нашим черно-белым братьям и который об этом поговорим давай за столетие черно-белых еще раз поздравляем наших друзей кто еще не в курсе может быть а такие есть у нас неплохие отношения сложились так скажем ну давай выберем такие команды как честно торпеда естественно ростов где-то наверно факел до воронеж и орел сто процентов орел на сто процентов мясной город да и очень много там ребят кто и поддерживает и спартак и соответственно свой родный клуб все в одном городе в общем торпеда так сложилось еще давно что движение дружили дружат взаимодействуют взаимодействуют по разным направлениям и в питере тоже взаимодействует в москве взаимодействуют короче у парней 100 лет клубу лужники вся трибуна c низ точнее заметить нижняя трибуна c битком запад 5 у супер запад 5 нас никто не любит у нам наплевать статья должна отдать должное фанатам торпеда то что они максимально отзывчиво откликаются на все просьбы не только клуба но и актива да опять же ты посмотри все в белом все в белом абсолютно просто это бляжи и какие-то кузьмичи из центра актив там хулиганы и какие-то там жены там девушки мамы малые все бегают белые игровые джерси блять круто 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 да это классная трибуна ну то есть как классная трибуна не в том понимании что трибуна именно фанатская в целом до нижний ярус c трибуны классный актив классный свои заряды заходили я это все поснимал по выкладывал спасибо за ваши реакции за то что смотрели этот лайф подписываться наш канал в общем чё сказать победа ну и стоит отметить на заряд который программил по соцсетям это убогий клуб убогий движ как написал один наш дружный паблик чебе были бы не чебе если бы не смотрим по своих цехлятых друзей это так же как у нас любой непонятной ситуации шизи цска команда а так в целом лужники классное ностальгическое место где вот я походил по газону побродил там по тем точкам где спартак забивала вы родину прикол напишите в комментариях какие ваши самые звеночные голы московского спартака были в легендарных лужниках или какой запомнился вам матч больше всего да 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 в общем здорово классный праздник футбола никакого фан-иде и все кайфанули здорово торпеда с праздником ну а мы идем дальше ведь самое время для постановок готов давай ультрас новости погнали слушай ну мы с тобой часто проходимся по дням рождения то и в этот раз я смотрю а здесь знаешь как будто бы ну все очень серьезно давай начнем по порядку день рождения юнион 24 года весомая дата мужики вам всегда мы желаем только побед и здоровья развития и круто что вы есть и что вы такие крутые и оставили огромнейший след в истории партнерского фанатизма это круто поэтому процветание только вперед да ребята из ультры отметились также легким граффити легким куском в честь этой даты очень что говорить все все знаете с днем рождения пацаны 19 лет школа очень топовому коллективу топовый коллектив очень много наших хороших знакомых мужики также с днем рождения того же процветания здоровья силы и также большой вклад оставили ребята своими действиями такими же европейскими темами прогремели над всей европой да да поэтому всех уважаемых наших друзей с днем рождения и ну и как говорится ведь выпускного не будет поэтому ребят никого вам выпускного дальше сияйте работайте и развивайтесь в своем направлении удачи вам и с днем рождения факел воронеж коллектив который топит за воронежский факел и не только и не только метеор 13 лет также поздравляем ребят собственно наши паблики до дружественные не только показывали и поздравляли ребят с днем рождения очень круто то что региональное объединение скажем так на с такой уже солидной датой двигаются вперед и показывать с каждым годом все больше и больше уровень что не может не радовать главного никто не останавливает да и главное что фанатизм живет не только там в москве и недалеко за мкадом но и на много-много километров от москвы что не может не радовать парни в том же духе продолжайте да это очень круто очень круто в региону в том что в воронеж живет благодаря таким ребятам как вы с днем рождения орел бучерс 26 лет 26 лет ты просто представь половина наших подписчиков все в проекте не было до 26 лет и у нас есть мэтт бачерс да а в орле орел бучерс 26 лет как мы уже говорили чуть ранее что это дружественный клуб дружественные фанаты парни очень классно себя показывают в своем родном городе едет по выездам в общем очень красочно в доску свои все идейные в комментариях поздравьте этот коллектив 26 лет у нас есть в москве ну точнее в спартаке мэтт бачерс а есть орел бучерс взаиморождение парня вы красавцы ну и заглавляет праздничный такую такую пятиминутку инквизиторы 14 лет до дружественные наши парни с коллектива инквизиторы долгое время с ними плечом к плечу двигаемся постоянно подтягивают нас на всякого рода мероприятия акции работа ведется до работа ведется вот люди расслабляются парням процветания качественного состава еще и только вперед но и удачи естественно парня силы вам и развития только вперед друзья вы знаете что есть компания кибер протект которая поддерживает них фанаты помогает нам в различных выездных форматах и в целом защищает наши данные вот мы переходим по ссылке в описании к этому выпуску знакомимся с ребятами сквей протекта если кому-то нужно защитить свои данные верю что вам это нужно пишите им и вы будете защищены большая тема собственно опять-таки граффити для наших уважаемых подписчиков скажу что мы уже приступаем к съемкам большого ролика про граффити так само около футбольной граффити про культуру граффити поэтому начинаем буквально уже вот на на следующей неделе и в сентябре плюс-минус дадим вам ну если сейчас все срастется все удастся классный материал про граффити культуру в москве ну вот но мы начнем с событий город стал краше насколько я понимаю мы же тебе говорили что москва не крат нифига не красно-синяя да поэтому как раз таки вот парни с же семьи у бригейт в ночь перед нашей знаменитой поездкой в раменское отметили измена офигенным трейн-бомбингом собаки круто с вагоном москва красно-белая просто нереально качественно нереально круто парням прям респе остальные яйца работа класса повая работа начнем больше понравилось что есть фотографии из депо то есть какой-то тип сфоткал работник этого депо эту фотку кинул какие-то комментарии так понимаю он их да он ее в кино в чат of news вот граффити г на короче респект за работу кто видит такой пояс если его еще там не перекрасили там фоткайте и кидать и вообще ловите спартаковские трафики и кидайте нам всегда в директ классная работа пацаны вам респект слушай видь но парни из ультры психанули в хорошем смысле хорошем смысле слова разукрасили город но что кучу работа просто посмотрим сейчас те работы и прямо танечка какой-то биточек про будут вылетать круто и мне понравилось больше всего сейчас смотрю это с виду на шелепиха москва сити здорово короче классная работа слушай раз два три 4 5 6 7 8 9 кусков 9 кусков красивый граффити на ребят из ультры ссылку оставляем на хиром канал здесь подписывайтесь ставьте всевозможные огоньки но когда могут тогда могут они всегда ребятам уважение респект за их работу город стал действительно красно белым еще больше чем должен еще больше сила также наши друзья из коллектива банда льва мы уже вспоминали до нашего товарища хорошего жизни в общем-то сделали классный кусок спартак больше чем жизнь и они расшифровали этот посыл на что делается крайне редко последнее время но они посчитали нужным до сделать нужно для себя скриншот перед вашими глазами посыл такой чтобы не происходило сейчас и законов и найди никогда не основной болельщик спартака и мы всегда будем двигаться ходить на те спорта которые считаем нужными до который где нет никого паспорта болельщика и раз клубом дано эксклюзивно носить эмблему нашего рома туда мы будем ходить поэтому спартак у нас сюда был есть и будет больше чем жизнь ребятам в респект за хорошую работу и также перебив кусок фадов кони да вот классно перебили четко нарисовали нашего порося мощного кайфового территория спартака обозначились поэтому ребятам респект поставьте лайк обязательно пишите в комментариях и слова поддержки очень больно банда льва с питерскими отметилась хорошей хорошим коллабом хорошим коллабом за это вам респект слушай ну и ребята из crazy north выложили граффити посвященный гладиатором пулять вообще ломовейшая в него прям всматриваюсь красиво красиво и да вообще прям очень красиво прям очень качественно до смерть если нравится ставьте лайк прям 10 из 10 вопросов нет ладно ультрис живут и работают уважаемые люди тоже продолжают ни хрена себе сказал в правильных цветах мужики гф огромный привет закрывая тему я такого честно говоря не видел сделали просто красно-белый чердак на одной из высоток в москве каким-то образом повесили телек в любом случае разукрасить чердак сделать какую-то такую тусовочную красно-белую комнату посмотреть футбол это круто дорогого стоит круто но я такого не видел честно вам скажу за идею 5 баллов однозначно 5 баллов если кайф в комментарии ныряем и свое какое-то мнение говорим ну слушай мясо крутое 100 процентов вариантов нет немного посовещавшись больше проекта короче ну в любом случае кайф кайф круто и закрываю тему граффити собственно мясо в очередной раз круто отметилась и ну масштабно все очень масштабно поэтому пацаны за вас к небольшим новостям которые мы с тобой также упоминаем всегда до 5 лет назад ушел из жизни лёха бахыт мировой чувак который пробил все богачки наверное всех аэропортов где он был это крутой просто был крутой человек мы о нем вы снимали небольшой выпуск когда лёха разбился пробивая по двойник попал в аварию лёха славился тем что он постоянно был на выезде он постоянно мотался этим автостопом двойники и тройники и тройники и в общем парень был просто таких вот реально надо поискать и как ты правильно сказал в том выпуске когда мы вас меняли гилдера и льва что великий уходит раньше ну вот но у память о лёхе жива поэтому все кто помнит лёху напишите в комментариях лёха мы тебя помним ты был и остаешься до нас всегда здесь футбольный матч с женским футбольным клубом спартак по это вообще было просто пушка гонка слушай когда бы нам предложили футбольный данный формат мы такие думают сразу бы круто надо соглашаться такого от футбольного спартака во-первых не дождешься ребят вам на заметку да 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 не дождемся же пока единственный кто предложили такую тему и мы сразу не и откликнулись да и так же же пока сыграл с суппортерс групп да у нас там матчи практически в одно время считая были там с суппортами да потом сыграли смотри да 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 30 минут был тайм я слушал не играл давно в футбол честно говоря натянули тебя до них когда не точно не тянули брат там же был момент когда я там их начну неправильно говорить о фильм зидана сделал же пока огромный респект за такую акцию с фанатами с активными фанат так все вы понимали там были вот именно тру утрас то есть не было там футбиков там супер подписных заключением от он находил и леща классно поиграли да там не будем рассказывать кто кого возил победила дружба скором времени мы их также пригласим на наш фанатский турнир но опять же стыкуем это все по времени до чтобы у девчонок там на игры на подготовку не попадала и также могли с ними с кайфом провести время короче же фк респект просто просто радует но мы побегали поиграли да и как видите слава богу что все без травм до достались ведь ну что первое сентября как говорится воскресенье потому что все шкаладроны падут в школу 2 сентября обломаются в этом году а мы обломаемся да мы 1 сентября едем во владимир на матч спартак 2 против торпеда владимир ой сказка будет матча но но одно такое большое тысяч на 30 но или сколько там стадиона помещает его основной стадион уже закрыт корову насколько он вмещает основной я не помню большой на сколько снимала мы будем играть одну но чтобы на большом стадионе до 30 погорячился аналог москвича там тысяч на три короче но есть не знаю там напишите в комментариях сколько основной студенами щекар сейчас закрыт я там был ходили там вокруг фоткались атмосферный был стадик все в граффити торпеда владимир да но к сожалению его профукали и он полностью едем и на маленький развалился да короче что мы ожидаем ребят насколько я знаю что по всем группировкам бандам конторам коллективом было порядка 300 билетов выделено стороны местной команды даже меньше было но вроде как можно будет в интернете до купить как взять на центр на цена вот поэтому новости будут наших каналах все на выезд в владимир все должны попасть сделать да сразу же ребят всем говорим просто чтобы там лички не обрывали смотрите их там сайт группу в к и просто мониторьте когда там будет что-то поступать в продажу мы здесь к сожалению на это не можем ничем не повлиять из-за 100 грис за слишком маленькой квоты да если бы была возможность мы естественно бы всем бы помогли дальше конечно вот поэтому все наших руках как говорится да поэтому здесь парни только смотрите там в к если есть там официальный сайт и когда там какую-то квоту выкинут билет в продажу да ну а так во владимир что мы ждем от владимира что я лично жду классный сектор полное взаимопонимание на трибуне четкие мощные заряды красный цвет визуально однозначно шарфы берите сделаем мощную выездную историю очень нужно сделать классно как было в раменском как было вологде нужно показать что мы как бы любить были есть и не будем и фанатизм наш только расцветать по плюс может кто-то еще и захочет выехать на два дня и оккультуриться а там это золотое кольцо россии между прочим очень владимир жди мы выезжаем всем ребятам кто сейчас смотрит спрашивает меня тебя пишет и не знает как участвовать в активной жизни нашего движения как обычно давайте вам канала кидом видите телеграм ребят из ультры пишите пишите еще распишите уверены что среди вас есть куча полезных и толковых ребят которые принесут пользу в развитии наши как говорится алло мы ищем таланты алло алло в общем друзья едем и владимир и думаю что будет круто и закрывая этот дайджест легкий до получился легкий но информативно информативный здоровский последняя тема это футболки и мне кафа то все по топу всем огромное спасибо за ваш отклик порядка 100 футболок у нас ушло в печать должны уже быть там может быть недели да там с момента выхода этого видео так как мы говорили что подарки дополнительно будут уложен волки не в каждый каждый куда брат в каждый вообще но будем как говорить как это вели вонка золотой билет рандом будем будем у вас подогревать поэтому для тех кто не успела сделать заказ небольшой секрет раскрою небольшая часть футбола будет во фрадри и кто-то может там написать и мы с вами свяжемся и вы можете там забрать эту футболку крутие поэтому небольшой запас мы делаем ну и всем спасибо за выпуск напоминаю в к видео рутюб youtube основной пока что у нас наши соцсети подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки это нам очень поможет продвижение этого выпуска если есть проблемы с качеством выключаем вай фай по обычные связи все смотрится все абсолютно работает все работает вот всем спасибо за поддержку всем спасибо что смотрите нас лайкайте как говорит миша метод огней накидывает они нам важны и главное чтобы огонь в ваших сердцах всегда горел и никогда не потухал то что благодаря вам мы делаем нашу трибуну наш движ и русля ярче и лучше за подписчиков подписчиков